Девять утра. Поехали со мной на турецкий. Я учу турецкий в детском центре. Боже, когда я все это вижу, я хочу быть снова маленькой. Еще мне нравятся в Турции вот такие большие-большие террасы. Но, конечно, здесь тут прям все подряд. Обычно вот тут всякие столики, стульчики и чай пьют. Смотрите, что я нашла. Зашла в детский магазин. Ну и в детский, в общественный магазин. Вот я помню, в своем детстве это был страшный вообще дефицит. Всякие Барби. Вот эта Барби стоит 400 рублей. Короче, мне хватило купить три куклы, чтобы у меня отпали все вот эти мои детские. Не было там, знаете, не получала того, о чем мечтала. Вообще, какая-то очень странная Барби. Анорексичная немножко. Вот это тоже немножко анорексичная, но уже с ребеночком. А, они тут все такие. Это какая-то новая мода, что ли, я не знаю. Смотрите, реально они все такие. Не, у меня классическая Барби, конечно. Тут картиночка красивая, а сама Барби не очень. Как варвара достала плойку. Вот это гофре. Да, смотрю всякие утюжки, фены. Только недавно смотрела, чтобы для объема на волосах. Я вот думаю, надо мне это не надо. У меня была, я ей не пользовалась. Сейчас я ее отдала. Думаю, блин, зачем отдала, мне самой надо. Для тех, кто маньячит по ногтям. Я вообще вот по таким, конечно, маньячу, если честно. Отрастить я их не могу, но наклеивать я вообще не решаюсь. Такие всякие френчики. Есть просто белый с клеем. Есть прям вот такой целый. И знаете, что я сейчас заметила? У меня действительно есть какие-то такие качества. Ну, детские, да, можно сказать, инфантильные. То есть у меня детский голос. У меня есть какая-то такая вот, не знаю, наивность, что ли, какая-то, сентиментальность там. Ну, вот все вот эти качества у меня реально есть. И порой я понимаю, что люди окружающие меня так же воспринимают. Это была похожая проблема. Кто Робину Гудину смотрит? Когда-то давно, до переезда в Москву, она тоже делилась, что у нее тоже была такая ситуация, что окружающие люди на нее смотрели как-то, ну, свысока, знаете, так, типа провинциалка. Ну, в общем, как-то так. Я сейчас понимаю, что у меня тоже есть эти качества. И, возможно, отчасти меня тоже так воспринимают. Я даже не знаю, стоит ли защищаться, да, кому-то что-то доказывать. Или молча своим успехом доказать, ну, не доказать, да, просто поставить свою жизнь так, ну, как Алена сделала, да. То есть я Аленой очень восхищаюсь, честно говоря, мне очень нравится, и как блогер, и как девушка, что просто она своим успехом, да, все равно она на Ютубе очень развилась. И вот вся ее жизнь сейчас демонстрирует то, что она победила. Да, то есть кто бы ее не критиковал, кто бы про нее там что-то плохого не говорил, она честным путем добилась той жизни, скажем так, которой реально можно позавидовать. И, скорее всего, те, кто ее критиковали, такую жизнь вряд ли имеют, если так со стороны посмотреть. То есть, возможно, действительно, это лучший вариант, да. Кто бы вас там что-то не думал, просто идти своим путем. Стой! Смотрите, я периодически кормлю животных, в общем, насыпала овощи, а это пшенка, но она не вареная, а сырая. Ну, я подумала, надо варить, не надо, короче, подумала, птички кушают сырую, а они не понимают, что это. Я хочу в воскресенье доехать до храма, так как в Анталии один храм, православный я имею в виду, и он находится в центре Анталии, а я живу на побережье, то есть мне, наверное, дотуда ехать час на машине. Это без пробок, то есть, ну, реально далеко, не знаю, километров тридцать, может быть, сорок, сорок, наверное, вот. Ну, полчаса, да, на машине? Нет, ну, час, час на машине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok